всем привет уважаемые подписчики нашего канала сегодня хотел бы поговорить с вами про смывку что же такое смывка смывка представляет собой жидко разведенная масляную краску то есть вот у нас имеется масляная краска и разбавляется она white спиритом один к одному примерно 50 процентов растворителя 50 процентов у нас получается масляной краски но это если делать смывку самому можно приобрести вот такую смывку который я буду пользоваться это черная смывка от фирмы тами также продаются смывки разных фирм то есть не еще имеется такая смывка но я решил все-таки делать черную по данной модели смывка это третий этап тонировки который следует за растирание масляных точек эта техника гораздо ярче выражена чем фильтры и масляные точки оказывает огромное влияние на получаемый результат самая главная задача смывки сделать модель поре более рельефной выделить ее отдельные элементы на которые по сути мы хотим сконцентрировать внимание зрителя по сути смывка можно визуально приподнять любую деталь кроме того посредством смывки можно искусственно создать тени в швах и углублениях которые естественным образом появляются на образцах настоящих но не могут появиться на маленьких моделях вот сейчас покажу наглядный пример то есть получается есть углубление есть выступы на модели также вот здесь у нас углубление выступы и применяя смывку мы выделяем те или иные элементы модели сейчас я вам покажу как это делается для этого нам подают понадобится немного вайцепирита я налил такую баночку также нам потребуется ватный диск чтобы убирать излишки и потребуются ватные палочки несколько штук и нам потребуется сама смывка теперь покажу как это делается на примере данной вот модели то есть я вот здесь уже начал немного проходить сейчас покажу далее так для начала надо очень хорошо встряхнуть баночку чтобы все перемешалось смог и приступаем к вынесениям так модель я держу под углом то есть я прикасаю сейчас данным смывка от фирмы таме она имеет сразу кисточку кисточка это мне очень понравилось потому что она очень тоненькая и когда прикасаешься к тонким элементам элементом она только туда попадает и как бы сразу по ним растекается не так клякса таки не оставляют но и также все от рук зависит меня бывает даже такой кисточку умудряюсь так показываю как это делать она пошла пошла бежать держим модель наклона она у нас растекается маленечко добавим и вот так тут выступает тут 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 другую сторону наклонен тут все что я сейчас скажем так замараю это все я потом уберу так далее проходим еще вот здесь у нас есть шовчик как много сразу капнул и она как хорошо везде разошлась так вот так вот мы и проходим всю модель так по всем швам то есть у нас тут их много далее по моторному отсеку пойдем маленечко выделим и сейчас она у нас высыхает высыхает там где получается уже прошел он много капнул так ладно пошли дальше дальше пошлют по вот этим частям и бежит 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 потому что модель у нас покрыта глянцем поэтому смывка так хорошо растекается все замечательно дальше по люку броню в труднодоступных местах когда попала капля допустим ватная палочка не можем мы достать мы будем данные места растушевывать кистью которая будет смочена white spirit тем самым она получается когда мы будем по смывке проходить кистью кисть будет на себя часть смывки забирать и мы тем самым уберем ненужную смывку называется растушевать так теперь у нас надгусечные полки они получаются как рифленые то есть конкретно здесь сейчас будет хорошо видно как как смывка скажем так оживит модель то есть мы вот так вот я она у нас затекает во все неровности и отлично становится так все излишки мы потом с вами сотрем уберем и все будет просто замечательно ну и вот пожалуй еще пройдем вот эту часть еще у нас есть место у нас заклепки мы по ним тоже пройдем потому что останется то останется уберется уберется ничего страшного еще у нас тут есть места тут аккуратненько то что там трудно будет туда подносить схватной палочки поэтому так тихонечко и прошел так еще у нас вот есть и и так проходим всю модель так мы проходим всю модель нашу тут у нас на данной часть есть и выпуклые части и углубление то есть мы проходим по всей по всем неровностям модели скажем так пока мы это все видите проходим у нас то смывку же которую мы нанесли она высыхает что нам нужно как тут тоже принято неровности сейчас мы это все сотрем все тут я остановлюсь то есть моя задача показать вам как это делается оставшуюся с модель я буду сам приду покажу вам только финальный этап так далее нам нужно ватная палочка мы чуть-чуть смачиваем и вытираем обватный диск чтобы она была практически сухая потому что если она будет сильно мокрая смывка полностью удалиться нужно чуть-чуть буквально еле-еле смоченная и пошли убирать смывку нашу только не всю конечно же оставляем получается она у нас в углубление затекла а то что на модель у нас осталось мы сейчас убираем то есть вот здесь видно у нас хорош хорошо видно углубление то есть там она у нас осталось углубление она осталось с модели убралась так теперь покажу вам метод растушевки допустим у нас где-то такой сложный ну вот допустим здесь у нас берем смачиваем кисть кисть и также и вытираем практически на сухо начинаем ее растушевывать вот так вот тут видно будет час так кто-то смывку убирает так прям все кому как удобно так вот прошли маленечко не до конца как бы да не доходим туда потому что иначе мы еще сотрем и нужно периодически кисть удирать потому что кисть она на себя забирает смывку и потом она начинает просто ее размазать поэтому маленько промыли ее и убрали так и пошли дальше ее убирать пошли пошли и так по всем скажем так труднодоступные места еще вот тут уже видно что смывка вот видите она начинает размазываться в этот момент надо ее кисть сполоснуть маленько также опять вытереть обладатный диск и убрать но это надо в труднодоступных лучше кому как удобней то есть смочил вытер буквально чуть-чуть осталось и пошел вытирать задача смывки она как бы и происходит это слово того что мы смываем ее с модели то есть мы прошли и и смывать если вы будете читать в разных источниках и могут назвать по-разному некоторых источниках встречается термин как заливка переросписи фигурок насколько я помню эти ватная палочка вся болталась сразу брать вот при покраске фигурок я много раз читал что этот термин называется как проливка но принцип тот же самый поэтому кто как его может называть кому как удобно вот так вот мы и стираем все получается задней части она у нас убрана такая она у нас там одна палочка разлетелась так сейчас еще пройдем какие места проверим так тут у нас это я потом пройду сейчас еще вам покажу маленько есть увидел так над гусеничная полка то есть мы ее и трем она чуть-чуть осталось там нет в 1 палочка оказалась сильно мокрая я сейчас чувствую вот так и бывает но это ничего страшного процесс такой творческий пройду еще раз всякого отчет с еще раз случилось берем вот место свечи и слегка проходим по таким местам чтобы не стереть все разные палочки я вам скажу купил дешевые и ведь через ним превращается во что вот и все тут на это лучше видно что не все убрал тут она у меня осталась нормально и так прохожу по всей модели то есть она у меня в углублениях в углах остается все главное не перестараться и не убрать еще что на вот ватные палочки волосы все эти выбирать вот так вот друзья и делается данный вид визеринга скажем так вот это просто необходимо делать на моделях кто не умеет как бы нужно научиться если нет денег нужно научиться делать можно масляных красок я делал на некоторых моделях не понравилось но тут у меня была просто черная уже и я делал коричневая краска вот на данном этапе я остановлюсь и потом продолжу покажу вам итоги итоговые фотографии всем спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на наш канал до следующих обзоров следующих видео до следующих встреч друзья спасибо